Орловский шаляпин Александр Алексеев. Именно такое сравнение позволяет понять, почему задевают за души песни из уст этого человека. Обладает уникальным таким голосом. Это такой самобытный, ни на кого не похожий бас, который потрясал всех слушателей любого ранга. Уникальный мощный бас широкого диапазона, яркая внешность, тонкий вкус музыкальных произведений. Список творческих особенностей можно перечислять бесконечно. В нашем городе Орле живет хранитель лучших традиций вокального искусства и классического и народного пения Александр Алексеев. Это многого стоит. Александр Алексеев на протяжении 30 лет работал в Орловской государственной филармонии. Помимо орловчан, его исполнением заслушиваются и за рубежом. В 70-м Франция и Англия. Полгода гастролей. Я объездил практически до Урала всю Россию. А в 93-м году вообще попал в уникальное место. Я был в Устилиме. Причем дважды буквально через три месяца. Сегодня артист не поет. Долгие годы концертной деятельности сказались на здоровье. Вся жизнь от 26 и до 67. Ну так получилось. К сожалению, болезни страшнее нас. Своё 70-летие Александр Алексеев празднует в Орловском краеведческом музее, в стенах которого в честь юбилея вокалиста открылась экспозиция. Самым ярким экспонатом выставки является портрет Александра Алексеева. На нем изображены два творческих человека Орловщины. Художник Андрей Ильич Курнаков и непосредственно сам заслуженный артист России. Помимо этого, в экспозиции представлены фото, личные вещи, а также награды нашего земляка Орловского Шаляпина. Наталья Чунина, Олег Фомин, телеканал Первый областной.